Выездное посажение парламентской комиссии по информационной политике на Гомичне проходит в Першиню. По судностям это еще и констатация того факта, что местовые сродки массовой информации нашли свое место на информационные просторы Союзной Державы. До речи, сейчас на Гомичне делится 125 друкованных и электронных СМИ разной формы властности. С уместным посажением парламентской комиссии Союзной Державы и Комиссии Палаты Представников национального схода попередничает с встречи депутатов со сочинением Гомичного Абрауканка Владимиром Дворником Основная частка часу присвечена деятельности региональных сродков массовой информации и их больше глубокой интеграции в агульную информационную простору. Судность проекта в том, что местовые журналисты будут рихтовать материалы, цикавые и для российского читача. Размечать их плануется у таких выданиях, как газета «Союзная Веча», «Часопис Союзная Держава» и газетным додатком «Беларусь и Россия». Депутаты с такой пропоновой погоджаются. Задействовать в этом мероприятии региональные средства массовой информации. У нас уже есть определенные наработки в этом направлении, но это на уровне города Минска, когда мы собрались с докладами на тему, выступили, рассказали, но хотелось бы это увидеть на местах, как оно проходит. И я считаю, вот это направление мы будем выходить, и чтобы постоянный комитет нас поддержал в рамках финансирования. Непосредственно подчас поседжения, размова, дотягнениях и покоящея истинующих проблемах, уякости становочих прикладов, суместный удел у деятельности Европейского вещального союза, международных книжных выставок и медиафорумах. Процесс союзного супрационничества достатково активно осветляется у региональных СМИ, у темляков Гомельской области, работа комиссии парламентского схода, супрационничества предприемства, проведение дюн Гомельской области у Москве, мероприемства, примеркованное до дня еднания, створение детячих лагерев дружбы, у яких отпочиваются простонники российских регионов, молодежная политика и проведение суместных спортивных споборницов. Это только некоторые темы, которые закринались в передачах регионального телеканала «Беларусь. Чатырый Гомель». Уже в некоторых десяти годах суместный проект «Живая вода» с бранскими коллегами реализует журналисты областной газеты «Гомельская правда». Закрытых тем нема. Иншая справа, что это супрационничество может быть больше активным, по вселенным разе гомельчане до этого готовы. У них другие возможности, поэтому пока по каким-то таким знаковым датам, вот накануне единения народу Беларусь и России, 2 апреля праздник, вот мы сегодня выпустили, то есть периодически, но самое главное, что этот проект жил. Что дать союзных СМИ, то тут бодай самая головная проблема – узровень их финансования. Телеканал «Белый раз», який ранее назывался телерадо-вещальной организацией союзной державы, вымушен оплатить кабельным операторам вельми значные сродки. В Беларуси, выясним, могло бы стать уключение канала у так званых социальных пакет, а ли покой это только пропаново, як выник сегодня головной союзной телеканал, вымушен шукать додатковой махчимости распрощения информации. На нашем обновленном сайте онлайн-вещание. Любой, кто заходит на сайт, может смотреть онлайн всю нашу телевизионную сетку. Бесплатно, потому что на сайт ясно, что это самый такой на сегодняшний день доступный вариант. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадо-компания «Гомель».